На земле сера обычно встречается в горных местах, на склонах стопок вулканического происхождения, в районах потухших и действующих вулканов. Как много веков тому назад, так и теперь, люди находят серу среди лавовых осыпей и в разрушенных породах вулканического происхождения в виде сверкающих светло-желтых кристаллов. Издавна ее собирали, сжигали и ядовитым газом, который при этом образовывался, уничтожали вредителей садов и виноградников. Алхимики средневеков, так же как и их предшественники, египтяне и тайцы, знали, что сера обладает дезинфицирующими свойствами и горючестью. И поэтому использовали ее для приготовления лекарственной смеси и пороха. Но не знали алхимики, какое большое будущее ожидают серы. Прошли столетия, и сера стала важнейшим сырьем химической промышленности. В стране нужны миллионы тонн серы. О том, как добывают и используют серу, расскажет фильм. Сера в природе встречается самородная и в соединениях. С давних времен самородную серу добывали в России в районе Средней Волги. Посмотрите, берега ручейков здесь покрыты беловатым налетом. Озера кажутся молочными. А в воде видны взвешенные частицы. Это частицы серы. Требовалась сера для производства пороха. Поэтому отыскивали все новые и новые месторождения самородной серы. Но много ли серы можно собрать вручную? В наши дни на Средней Волге серную руду добывают промышленным способом и перерабатывают на химическом комбинате под Куйбышевым. Серная руда разрабатывается здесь в шахтах. Руда представляет собой плотную породу. Сера стементирована с битумом, гипсом и песком. Но встречаются и чистые кристаллические отключения. В Туркменской ССР вместо выработанных первых месторождений серы в пустыне Каракум теперь добывают серную руду в предгорьях Гесарского хребта в Гаурдаке, что по-туркменски значит «серная гора». В горах пробиты шахты и по наклонному штреку скипы поднимают руду на поверхность. Серная руда Гаурдакского месторождения представляет собой слоистую плотную породу. Сера смешана с чистым кварцевым песком. Серные руды, залегающие на небольших глубинах в Гаурдаке, начали добывать и более экономичным открытым способом. Однако самое богатое в нашей стране месторождение самородной серы обнаружено на Украине во Львовской области. Здесь построен Розольский химический комбинат. Сплошные горизонтальные массивы серной руды залегают неглубоко и имеют большую протяженность. В карьерах Роздольского комбината применяется передовая техника – бурильные станки. И огромные шагающие экскаваторы, которые здесь работают на вскрытии породы и на добыче серы. Руда перевозится десятитонными самосвалами. Руда перевозится десятитонными самосвалами. Руда Роздольского месторождения – плотная светлая порода, включающая в себя самородную серу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова имеется на Урале. В шахтах на больших глубинах добывают одну из самых важных серных руд перит. Перит основное сырье для производства как серной кислоты так и серы. Перит больше чем наполовину состоит из серы. Урал богат и другими рудами. Например, это цинковая обманка. А это свинцовый блеск. Есть на Урале и гипс, из которого также можно получать серу. Запомним основные месторождения серы. Итак, месторождение самородной серы в СССР находится на Средней Волге под Куйбышевым, на территории Туркменской ССР, в районе Гаурдака, во Львовской области в Раздоле, встречается сера и на Кавказе, в Армении, и Дагестане, там, где действовали вулканы. И, конечно, есть сера там, где действуют вулканы и теперь на Камчатке и Курильских островах. Месторождение серы в соединениях, расположенное в центральных и южных районах Урала. Гипс, из которого получают серу, распространен повсеместно. На земном шаре велики запасы серы. Наиболее значительные из них в Италии, на вулканическом острове Сицилия. На юге Соединенных Штатов Америки, где серу плавят под землей и выкачивают на поверхность по трубам. Этот метод состоит в следующем. В рудный пласт подают перегретую воду, которая плавит серу. Затем нагнетают воздух. Расплавленная сера ищет выхода. Для этого вставляют трубу. Под давлением сжатого воздуха расплавленная сера устремляется вверх. Здесь она застывает и образует огромный штабель. Много серы и на вулканических японских островах. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...